Поехали. Пока загружается. Глубоко уважаемые коллеги, огромное спасибо за приглашение. Глубоко уважаемые коллеги. Я постараюсь уйти немножко от узкой проблематики и поговорить немного о проблемах в целом. Причем начну с того, что, пожалуй, изменю название доклада, потому что... А вот она не листает. Ну, я пытаюсь... Похоже, батарейки не хватает. Просто... Давайте. Отлично. Спасибо. Начнем с того, что пока, наверное, рановато говорить о достижениях, и можно, в первую очередь, подумать о каковы уроки, собственно говоря, эпохи начала молекулярно направленного лечения, ну пусть даже на примере гепцеллюлярного рака. Этот слайд видели все и вся, и, по большому счету, пожалуй, самое важное, что можно из его извлечь, это первое. Молекулярно направленная терапия увеличивает продолжительность жизни больных в некоторых когортах пациентов в зависимости, по-разному, в зависимости от вида лечения, от опухоли и некоторых других параметров. Известный нам серафинип, собственно говоря, который и произвел революцию в терапии гепцеллюлярной карциномы, яркий представитель класса мультикиназных ингибиторов тирозинкиназ, которые действуют не только на опухолевую клетку, блокируя клеточные циклы пролиферации, но и на ангиогенез. И вот, пожалуй, чуть подробнее мы об этом поговорим чуть позже. Вообще в раке печени проблем было достаточно много, и, пожалуй, вот здесь вот, в общем, недалеко не полный перечень препаратов, обладавших сходными действиями, мультикиназные ингибиторы, блокирующие ангиогенез, пролиферативные сигналы внутри клетки, и, по большому счету, все эти препараты, которых мы сравнивали с серафинипом в первой лечении НГЦР, не показали ожидаемой инфективности. Ситуация меняться начала достаточно быстро в последнее время, то есть количество переходит в качество, и совсем недавно были представлены результаты еще одного исследования при гепцеллюлярном раке во второй линии у пациентов, прогрессирующих на Нексаваре. Мы в этом исследовании участвовали, но именно поэтому я могу его докладывать до официальной публикации в широкой печати. Все достаточно просто. Прогрессирующие больные на гепцеллюлярном раке на Нексаваре в сравнении с плацебом. Вот, пожалуй, самый важный график. Плюс три месяца увеличения общей продолжительности жизни в сравнении с плацебом, что тоже было реально, никто не ожидал, что так получится, потому что предыдущие исследования третьих фаз ничего подобного не показали. Причем, если посмотреть на результаты эффективности, на эффективность в подгруппах, в зависимости распространенности, выраженности сосудистой инвазии, объективного состояния пациента по нозологиям, без разницы. Все пациенты реально выигрывали от назначения нового препарата риграфенип, который вы, в общем-то, хорошо знаете под названием стиварго. Он используется в терапии колоректального рака. Причем, еще что интересно, в отличие от того же Нексавара, который обладает всего лишь 4% эффективности, препарат риграфенип при прогрессировании на Нексаваре дал 10% объективных эффектов. Для этой категории больных это совсем-совсем немало. У меня такой пациент был, прогрессированный на Нексаваре за 2,5 месяца, а потом несколько месяцев жил с частичным эффектом на риграфенипе. И если вы посмотрите, частота контроля опухоли, контроля заболевания 65% в сравнении с 36%. Очень-очень красивые цифры. Возвращаясь к проблеме молекулярно направленного лечения. В основе возникновения опухоли клетки и злокачественной прогрессии лежит в первую очередь нестабильность генома, повреждения генома и эпигенома, как правило, в результате воспаления. Это фактически азбука. Если геном – это совокупность наследственного материала, заключенного в клетке, эпигеном – совокупность механизмов временного и пространственного контроля активности генов, не зависящая от последовательности генов ДНК. Вот эпигеном тоже немаловажная вещь, и она реально отвлечает двух сестер, которая жила и занималась собой, а другая ничего не делала. Это равно как людей близких родственников, у одного есть гепатита, у другого нет гепатита. И ситуация для них может сложиться драматически разным путем, хотя основной набор генов у них фактически одинаковый. Итак, что же мы можем делать, вообще откуда взялась сама концепция молекулярно-направленного лечения? Это достаточно старая, уже 15-16 лет этой теории Ханнахана-Вайнберга, которая гласит, что есть несколько основных признаков злокачественной опухолевой прогрессии. Это самая индукция, как постоянный сигнал к пролиферации, те самые активированные рецепторы или внутриклеточные сигнальные пути. Это молекулярно-генетические нарушения, ведущие к ускользанию от супрессионных механизмов, инвазивность и метастазирование, отдельная история, неограниченный репродуктивный потенциал, стимуляция нейлонгигенеза и подавление аптоптоза. Так концепция выглядела на 2000-й год, и по большому счету вот эта идея механистическая, на мой взгляд, идея, когда мы ребенку даем возможность разобрать машинку, а потом он ее пытается собрать, и что из этого получается? Да, мы вычленили основные механизмы опухолевой прогрессии, и потом попытались решить каждый из них в отдельности, ну, либо в каком-то сочетании, и что, собственно говоря, это и лежит в основе молекулярно-направленного лечения. Дальше достаточно сложно, и я не буду здесь подробно останавливаться, касательно гепсулярного рака. Посмотрите, как отличаются варианты молекулярно-генетических нарушений, вот здесь варианты генов, которые повреждены, а вот здесь разные варианты повреждений. Гепатит В, ассоциированный гепсулярный рак, гепатит С, то и другое, ни В, ни С, ни холангевая карцинома, все разное. Фактически это и объясняет то удивительное разнообразие и клинического поведения, и, в первую очередь, клинического поведения опухолей, которые развиваются в печени. Усилия молекулярно-генетических специалистов, можно так назвать, в настоящее время пока ничем не скончились. Мы можем говорить о том, что в раке печени можно выделить принципиально, как и при других. При раке желудка выделяем, при раке молочной железы, при раке легкого, ту или иную генетически детерминированную подгруппу. И, судя по всему, мы пойдем по этому пути. Есть нарушение бета-катанина, есть нарушение цикла клеточного, связанного в первую очередь в основном с П53 мутацией, с ремоделированием хроматина, оксидативным стрессом. Но пока это не имеет клинического применения, пока это только перспектива и может быть залог в будущем. Но, с другой стороны, это как раз попытка все-таки как-то классифицировать опухоль с тем, чтобы максимально эффективно воздействовать на ее какие-то или иные сигнальные пути. Простейший пример, который уже реально реализован, для рака легкого. Нормальная клетка, опухолевая клетка. Есть генетически измененный рецептор на поверхности клетки, который, фактически как короткое замыкание, в отсутствие реально необходимого сигнала к пролиферации, выдает постоянный сигнал на пролиферацию. И есть примеры активного и эффективного лечения. Это хорошие примеры. Такие есть в гематологии, такие есть в химиотерапии солидных опухолей. Но их нет, например, в терапии гепцеллюлярной карциномы. С другой стороны, надо понимать, что молекулярно-генетические нарушения, в основе которых лежит повреждение гена, мы на них никак не можем воздействовать. Мы можем лишь в настоящее время воздействовать на продукт неправильно действующего гена. И если мы смогли его эффективно заблокировать, как в случае, например, с тирозинкиназой, мы ее заблокировали замечательно, но с геном мы ничего не сделали. И рано или поздно эта ситуация взорвется, и это рано или поздно кончится плохо. Собственно говоря, вся история молекулярно-генетических, короткая молекулярно-генетически направленного лечения, она реальна и реализуется, что все наши больные, к сожалению, прогрессируют. С геном, с поврежденным геном или с появлением новых клонов в мутированных генах мы сделать пока ничего не можем. И в основе этого лежит другой фундаментальный механизм опухолевой прогрессии – это ускользание от сигналов супрессоров. Отказали тормоза. Это реально, в первую очередь, ген ретинобластомы, как один из важнейших ключевых агентов контроля клеточной совести P53. Плюс те самые эпигенетические механизмы выключения генов, на которые мы тоже пока, к сожалению, практически не имеем воздействия. И за редкими исключениями гематологических заболеваний, когда использование этих препаратов как-то увеличивает непосредственную эффективность лечения. Ой, старая история с нейлоангигенезом. Сколько про нее говорили. Да, нам все уже хорошо известно. Есть рецептор, есть олиганда, которая болтается в крови и стимулирует нейлоангигенез. И мы, надеясь на то, что будем блокировать, блокировали рецептор сам с использованием того же самого белоцизумаба, моноклонального антитела. А в случае гепцелулярного рака один из основных механизмов действия серафениба и ему подобных препаратов – это блокирование рецептора внутри клетки. И не всегда, к сожалению, это получается. И, пожалуй, вот, наверное, это одна из таких драм развития молекулярно направленного лечения, когда все наши усилия, по большому счету, весь посыл, в первую очередь, нереализованный в адювантных исследованиях, столкнулся с тем, что никак не влияет противоантиангиогенная терапия на предупреждение развития ранних рецидивов любого варианта рака, будь то рак толстой кишки, рак легкого. Вот единственная надежда, но которая пока не имеет принципиального практического применения, это попытка вычленить для больных тем же самым ГЦРом группу пациентов, у которых есть молекулярно-генетическое повреждение в виде амплификации гена, кодирующего рецептор сосудистого материального фактора роста типа А. И вроде бы все неплохо получается, но это резицированные больные, к сожалению, работа эта пока остановлена, поскольку адювантное лечение ГЦР по результатам крупного проспективного исследования, сравнивавшего с плацебо, оказалось так же неэффективным, как и те самые истории с адювантным использованием биоцезумаба в кишке и раке легкого. ГЦР 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 Добавляется та самая нестабильность генома, опухолеассоциированное воспаление, чрезвычайно актуальный компонент для больных гепсулярным раком, где первичное воспаление, фактически воспаление гепатит, как предшественник злокачественного процесса, ускользание от иммунной атаки и другой метаболизм. Микроокружение опухоли. Пожалуй, это следующая ступень, это заслуживает отдельных лекций. Можно лишь говорить, что это отдельная история, отдельная суборганизация, которая крутится вокруг, собственно говоря, опухолевых клеток, где опухолевая клетка является главным дирижером, и если она способна, она реально может заставить все окружающие клетки и ткани работать на свое жизнеобеспечение. Внутриопухолевая гетерогенность. Не мне вам об этом рассказывать. Это прекрасно известная ситуация, когда у разных людей разные опухоли, казалось бы, разные называются одинаково. У одного человека метастаз один на химиотерапии уменьшается, другой увеличивается. Часть опухоли метастаза уменьшается, часть увеличивается. И если даже на светооптическом уровне посмотреть, одни опухолевые клетки имеют сигналы, скажем, в данной ситуации фиш нарушения облификации, другие не имеют. Это и есть та самая внутриопухолевая гетерогенность. Причем в случае гепцеллерного рака она имеет, принципиально имеет, и может быть, что это не только касается ГЦР. Дело в том, что нарастание внутриопухолевой гетерогенности, по всей видимости, происходит взрывообразно. Вот посмотрите. Это интересная очень история, когда взяли несколько человек больных, их 5 или 6, у которых трансплантировали печень, взяли у них образцы опухоли разные, в том числе диспластические узлы, маленькие опухолевые узлы, большие. И оказалось, что вот пятый пациент, у него было всего и того, и другого много. Вот смотрите, это вот диспластические узлы, вот это вот ранний рак, это количество молекулярно-генетических нарушений, а это большая опухоль, которая у него тоже была. То есть разница между диспластическим узлом и малым ранним раком небольшая с точки зрения количества молекулярно-генетических нарушений. Но она принципиально иная тогда, когда мы сравниваем большие опухоли. Именно поэтому мы, по всей видимости, опаздываем с любым вариантом молекулярно-направленного лечения. И если бы здесь мы смогли, наверное, что-то выделить, то здесь мы уже, к сожалению, опоздали. Ну, собственно говоря, подобные же вещи по количеству вариантов, нуклеотидных вариантов отклонений. Вот поздний рак – вот такое количество, а ранних практически минимальное количество. Все мы привыкли к идее, дарвинского идеи, и очень легко имплементируем эту историю на гептоканцерогенез вообще и гептоканцерогенез. Кажется, что сложнее, да, чего тут сложного. Понятно, есть, скажем, сопротивление организма, есть сопротивление иммунной системы, есть вмешательство в виде химиотерапии, лучевой терапии. В конечном итоге это приводит к тому, что чувствительные клетки погибают, замечательно, остается одна, и мы поехали, движемся дальше, дальше, дальше. То есть таким образом выращиваем опухолевую прогрессию. Но вот посмотрите на очень интересная, такая не совсем понятная картинка, но речь идет о чем. Взяли наши китайские ученые, взяли, вырезали узел 35-мм ГЦРа, и разделили его на 240 с чем-то участков, толщина 1 сантиметр. В общем, сделали секвенирование в 270 участках, полногеномное секвенирование, и сделали такой вывод. Здесь эта картинка такая, показывает, как быстро все это разлетается. Это взрывообразный рост, опухолевая прогрессия, по всей видимости, не подчиняется дарвиновскому закону. Как можно объяснить в одном маленьком узле более 100 миллионов мутаций? А вот еще один пример. 10 больных, вирусный гепатит В, и на форме вирусного гепатита развивается рак. Посмотрите филогенетические древа молекулярно-генетических нарушений, которые были отслежены в каждом случае, в первичной опухоли, в внутрепеченочных метастазах, в сателлитах и так далее и тому подобное. Ни одного одинакового древа нет. Везде есть, почти везде есть, П-53, генретинобластома и так далее и тому подобное. Те молекулярно-генетические нарушения, на которые мы даже еще никак не можем повлиять, в принципе не можем повлиять. Вот такое разнообразие, вот 100 миллионов мутаций. Вообще, как реально можно рассчитывать на то, что один препарат или 21 препарат могут контролировать этот опухолевый процесс? Конечно, проще в случае с гематологическими заболеваниями, где, как правило, один или два-три клона определяют судьбу пациента. Если повезет, если мы угадали, его заблокировали, ситуация может кардинальным образом на какое-то время измениться. В случае с солидными опухолями ситуация, судя по всему, выглядит немножко по-иному. Единственным реальным противником, на который, в общем, можно и нужно рассчитывать, является та самая адаптивная иммунная система, которая, по большому счету, и обеспечивала выживание всего живого, простите за тавтологию, на этой земле. Ресурс 10 в 18 клеток, Т-клеток, Т-лимфоцитов, антител 10 в 22-й. Специфичность, память. То есть это реальный тот ресурс, который, к сожалению, и уже конкретно в каждом конкретном случае злокачественного заболевания уже пропустил проблему и уже человек болеет. Можно ли воспользоваться этим ресурсом еще раз, перезагрузить иммунную систему, что-то еще сделать с тем, чтобы она пришла в себя и смогла справиться с той проблемой, которая уже развилась. В простейшем применении оружие массового поражения. Вот подходит лимфоцит к опухолевой клетке, и вот так он делает в опухолевой клетке с помощью некоторых ферментов. Активированный лимфоцит делает дырку. Идеальное, абсолютно точное оружие, которым еще нужно научиться управлять. Первые шаги к этому уже сделаны. Это довольно сложная картинка, но, пожалуй, самое важное и самое простое вот здесь. Здесь есть опухолевая клетка, есть Т-лимфоцит, между ними есть договоренность. Реально один из механизмов ускользания от иммунного надзора лежит в использовании опухолевой клеткой извечных механизмов подавления аутоиммунной реакции. То есть есть рецептор программируемой клеточной смерти. Опухолевая клетка, пользуясь, как и все остальные клетки, а он реально есть в организме, этот механизм, предъявляет его Т-лимфоциту, Т-лимфоцит считает опухолевую клетку своей и не нападает на нее. Если эту коррумпационную связь разрушить, создав антитело между ними, произойдет реакция взаимодействия. В общем, на это можно и нужно, уже нужно, уже можно рассчитывать. Это вот пример ближайшего, пожалуй, будущего, потому что, насколько мне известно, неволумаб, разрешенный и зарегистрированный в Америке, ну, в Европе, в Америке, во многих странах, уже используется в лечении меланомы, используется в лечении немелкоклеточного рака легкого, в переведении нехошкинской лимфомы. И, судя по всему, он будет зарегистрирован в том числе и для лечения рака печени. В какой-то подгруппе пациентов, опять надо понимать и не превозносить ни один из препаратов, в какой-то подгруппе, чувствительный к этому лечению, он дает вменяемые, в значимые эффекты. 16%, 19%, 23%, независимо от нозологии, от этиологического фактора риска. Причем, вот они, эти объективные эффекты, они бывают достаточно выраженными. Опять повторюсь, не у всех. И вопрос лишь в том, чтобы найти правильного пациента и дать ему правильное лекарство. Очень немаловажный фактор для больных ГЦР. Нужно ли лечить заболевание, которое, по большому счету, явилось причиной развития опухолевого процесса? Это спорный вопрос, это спорная такая, даже не спорная, это такой провокационный вопрос. Но вот одно небольшое исследование наших, опять-таки, южноазиатских коллег. Гепатит В, вирусный гепатит В, больные ГЦРом, получающие терапию на ксаваром. Одним давали противовирусную терапию, другим не давали. В общем-то, это никак не повлияло на время допрогрессирования процесса. Это, в общем, подтверждение отсутствия непосредственного противоопухолевого эффекта противовирусной терапии, аналогов нуклеозидов. С другой стороны, тем, кому давали, они жили принципиально дольше. И это очень серьезное наблюдение. Нам об этом нужно помнить. Конкретно одно из объяснений может лежать в контексте достаточно длительной, хорошей продолжительности жизни, там, где пациенту повезло. А количество вируса гепатита В принципиально определяет судьбу этих больных. Если его много, есть вероятность повторного встраивания генома ДНК вируса в геному гепатоцитов и провокация на развитие нового опухолевого узла и, в общем-то, опухолевой прогрессии. Сложнее с пациентами, которые страдают вирусным гепатитом С. И вот здесь механистический перенос успехов, идей, что чем больше титровируса, значит, тем хуже живут больные. Давайте мы уберем весь вирус и, наверное, пациенты будут жить. В общем, привел к совершенно неожиданным результатам. Первые весьма эффективные случаи лечения гепатита С у больных ГЦРом после радикальной резеции привело к необычайно высокому количеству случаев ранних рецидивов. Это две работы, которые об этом говорят. Это журналы, октябрь 2016 года, они были впервые опубликованы. И надо сказать, что две другие работы в этом же журнале говорят, что нет, мы не уверены. И тем не менее, автор вот этой пилотной статьи, которая, в общем, завязала всю эту историю и дискуссии, Мария Рейк, она была неделю назад на онкологическом конгрессе, выступала у нас на сессии. Она говорит, что барселонская школа, в общем, лидер в Европе, может быть, даже и в мире по лечению гепцеллюлярного рака для себя приняла решение, что до отсутствия клинических данных, клинических исследований, подтверждающих безопасность противовирусного лечения у больных гепцеллюлярным раком после противоопухолевого лечения, они назначать не будут. И это очень-очень важный момент. Я заканчиваю фактически свой доклад, мы действительно уже кое-что знаем. Без ранней диагностики мы, к сожалению, чаще всего будем наталкиваться на случаи, которые, наверное, уже поздно рассчитывать на серьезный контроль. Единственная возможность излечения все-таки остается удаление опухоли. Никакое молекулярно направленное лечение к настоящему времени не подошло к этим возможностям кирургии. И отдельная история Ольга, метастатический процесс, отдельная песня, если хотите. Фактически это более благоприятно текущие опухоли, и они предполагают, что их надо, в том числе и метастазы, лечить, активно лечить локальными методами, в том числе и кирургии. Лекарственная резистентность. Механизмов лекарственной резистентности много. Для рака печени, в принципе, абсолютно понятно и известно, что стандартная химиотерапия, как правило, не помогает. Именно потому, что в печени заложены те самые механизмы лекарственной резистентности. Опухолевая клетка развивается из гепатоцита, который за эволюцию всей жизни реально прошел через историю элиминации любого токсина. Именно поэтому здесь и фактически ничего не получается. Очень важные точки опора – это те самые предикторы, потенциальные предикторы эффективности молекулярно направленного лечения. Если для ЭГФР-позитивного рака легкого или ЭХР-2-позитивного рака молочной железы мы что-то нашли, то для рака печени до сих пор, например, ничего так и не найдено. И, к сожалению, это проблема, которая остается актуальной. Мы, по всей видимости, лишь видим следы, на которые пытаемся воздействовать, и именно поэтому у нас пока далеко не все получается. Что можно с этим сделать? Возможная стратегия. Вот я предлагаю, это просто в дискуссии, в обсуждении. Максимально эффективные терапии. Давайте максимальные дозы. Но мы это проходили. Высокодозная терапия в солидных опухолях, к сожалению, ничего не дает. Другой вопрос, что, наверное, надо помнить, что субоптимальные режимы, они, как правило, субэффективны. И они реально могут ухудшать продолжительность жизни пациента. Можно переводить в хроническое состояние. Строго говоря, вот те случаи терапии с эрофенибом, у меня есть пациенты, по 7 лет принимающие препарат, с доказанным метастатическим процессом, это перевод в хроническое состояние. Такая концепция тоже приятна, и мы ей тоже можем пользоваться. И иммунотерапия. Она уже перекочевала с конца этого слайда вперед, потому что, по всей видимости, мы хоть в чем-то, хоть кому-то, но реально можем помочь с помощью этих методов. Ну и, конечно, комбинированная терапия. Сочетание с цитотоксической, мультитаргетные агенты, сочетание методов химиомболизации той же самой химиотерапии и попытки воздействия на строму. Потому что, пожалуй, одно из важнейших, по всей видимости, мест успеха и неуспеха лежит именно там. Заканчивая свое выступление, я хочу вам напомнить о кубике Рубика. Что это такое? Вы все, наверное, в руках держали. Просто чтобы не было так грустно. Кубик Рубика предлагает для того, чтобы его сложить, вот такое количество комбинаций. Многие из вас пробовали, наверное, у кого-то это получалось. В 2010 году математика была просчитана и получено так называемое число Бога, как они его назвали. Из любой позиции любой кубик Рубика можно сложить за 20 движений. И в настоящее время, если человек, вот недавно я видел эту картинку, человек складывает за 4 секунды, паренек, молодой паренек, просто за 4 секунды его кладет. А машина это делает за 0,6 секунды. Я просто говорю к тому, что это решаемая задача. Может быть, даже кубик Рубика это, ну скажем, такая механистическая модель, и манипуляции с молекулярно-генетическими нарушениями окажутся еще более сложной проблемой. Но мне кажется, это все решаемо. Мы фактически в молекулярно-направленной терапии сделали первый шаг, с которого и начинается любая длинная дорога. И если вот этот вот парень, молодой парень, он еще только-только пытается подняться до понимания и сил того бойца, надеюсь, что мы с вами еще увидим много интересного и удачного. И манипуляторно-направленного лечения реально в сочетании с иммунотерапией окажется так же эффективным, как и химиотерапия, как и хирургия. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Валерий Вадимович. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Пожалуйста. Скажите, ну с химиотерапией понятно, перспектив нет в лечении гепатоцеллюрального рака, хирургия, только там на ранних более-менее стадиях эффективно. А что Вы думаете в свете последних, так сказать, исследований в кинетической терапии гепатоцеллюрального рака с помощью направленных нуклеотид, геномные операции вот эти, как Вы думаете, имеют в ближайшее время их развитие с точки зрения Вас, как экспорта? Ну, я думаю, что это тоже один из вариантов, один из методов, да, мы… Манипуляции с геномом – штука сложная. Мне кажется, в ближайшее время ждать реальных результатов, к сожалению, не удастся. Ну, больных вот с ВИЧом там три человека, их вылечили полностью уже там, сколько, 15 лет они без ВИЧа живут? Да, вот в Америке известны два этих джазовый гитариста и какой-то рокер. Как бы уже 15 лет, как бы известный результат. В чем проблема-то? Почему не продвигается вперед этот вид лечения? Как Вы думаете? Возможно, одна из проблем как раз методологическая. Мы пошли по пути вот этой модели Ханахана, разложив ее, может быть, мы ищем не с того конца. То есть вопрос ведь в чем? Пожалуй, самое эффективное лечение, на него можно реально рассчитывать, только очень хорошо понимая причину развития заболевания. А с этим у нас большие пока проблемы. По большому счету мы до сих пор так и плаваем, находимся в неизвестности относительно начальной истории развития, появления первой опухолевой клетки. Мы не знаем, почему она появилась и почему она устояла, почему она выжила и дала такой процесс. Спасибо большое, Валерий Владимирович. Нет больше вопросов? Спасибо. Спасибо большое. Слово предоставляется Владимиру Константиновичу Лядову, заведующему отделением хирургической онкологии Лечебно-репутационного центра Минздрава Российской Федерации, кандидату медицинских наук. Это стандартный, право-лево, здесь мы тут расписываемся. Более микрофон. Небольшая накладка, у нас повредился ваш файл. Можно еще раз. Извините, коллеги, мой файл повредился, надо его, говорят, еще раз сбросить. Только сейчас выяснилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Валерий Владимирович, я постараюсь переключить ваше внимание на обширную тему реабилитации онкологических пациентов. Конечно, этот доклад по праву принадлежит директору нашего центра Константину Викторовичу Лядову, чьи усилия в значительной мере в определяющей степени легли в основу того развития реабилитационных технологий, которые в нашем центре прижились. Продолжение следует. Отмечается и в работе нашего отделения. В этом году мы планируем на 47 койках выполнить около 4000 онкологических операций по самым разным группам, включая очень большие операции. Только в 2016 году уже выполнено 100 резекций печени, в большинстве из которых обширные 55 операций по поводу рака поджелудочной железы, многие другие крупные вмешательства по поводу опухоли головы и шеи. И, конечно, нам очень сильно помогает в нашей работе то, что мы соседи по одному учреждению с крупнейшим в Европе центром восстановительной медицины и реабилитации, где на протяжении последних 15 лет, фактически с 1997 года уже 20 лет, развиваются самые новые технологии восстановления абсолютно различных групп пациентов. И, конечно, онкологические пациенты, фокус на лечении которых взят в последние годы в нашем центре, также получают преимущество пользования всеми этими технологиями. И мы, как врачи, развиваемся вместе со специалистами восстановителями медицины. И мы считаем, что реабилитация — это та область, которая должна постепенно двигаться от абсолютно бездоказательных, эмпирических подходов в сторону доказательности. Проходить тот путь, который уже давно прошла онкология. И, несмотря на то, что в значительной мере это тяжелее, поскольку целый ряд показателей очень сложно количественно оценить, доказать, обосновать. Но, тем не менее, это необходимо делать для того, чтобы более эффективно восстанавливать пациентов на всем протяжении его заболевания. И именно комплексное применение этих многочисленных технологий позволяет добиваться высоких показателей работы стационара и работы амбулаторно-поликлинического звена, в частности. Почему нужно говорить? Мы считаем, что реабилитировать больного нужно не тогда, когда он пришел лечиться, а с того момента, как он узнал о диагнозе. Само подозрение на опухоль – это уже проблема для пациента. В этот момент с ним уже необходимо работать врачам и другим специалистам для того, чтобы постепенно улучшить его состояние. Небольшой пример. Мы провели анкетирование, проводим сейчас эту работу. Это 200 первичных пациентов. Тех, кто первый раз пришел для дообследования, для определения или тактики лечения, в значительной мере это больные с неверифицированными образованиями. И если само по себе наличие тревожности у них неудивительно, они пришли к онкологу, то у 40% больных уже есть клинически значимая депрессия. У третьих пациентов есть необходимость в соответствии с современными шкалами проводить им нутритивную коррекцию. И к моменту начала лечения, безусловно, эти показатели увеличатся. Если не обращать на это внимание в начале, то и результаты всего лечения будут, наверное, несколько хуже. И в частности, в мире, в наиболее развитых социальной точки зрения странах, это Канада, скандинавские страны, Соединенные Штаты, все больше распространение получает термин «преабилитация» – комплексная подготовка к обширной операции. Поскольку время ожидания операции или лучевой терапии в большинстве из этих стран составляет от 1 до 2 месяцев. И почему бы не использовать это время для того, чтобы улучшить состояние больного и результаты лечения в конце концов. И там мы не будем говорить о частностях, поскольку речь, безусловно, идет о комплексе всех мероприятий, которые могут проводиться в отношении пациента. Но в частности, наш центр стал пионером такой технологии благодаря усилиям Константина Викторовича, как дистанционная реабилитация пациентов, когда пациенты, которые не могут постоянно получать и проходить курсы реабилитации непосредственно в стационаре, получают оборудование для… Это программное обеспечение, это силовые тренажеры, получают оборудование на дом на время проведения циклов, и инструкторы центра работают с ними дистанционно. Эта программа действует уже несколько лет, является предметом большого интереса неврологического сообщества, но она абсолютно применима и в отношении онкологических пациентов, и особенно до начала лечения. То, чем мы сейчас, в частности, пытаемся начать заниматься, потому что больные однозначно уж в рамках Московской области с большими расстояниями и еще большими пробками, которые есть на подъездах к нашему центру в частности, не могут посещать три раза в неделю лечебно-реабилитационный центр. Вряд ли могут три раза в неделю посещать Балашихинский диспансер. Это просто сложно для целого ряда пациентов, но они совершенно точно могут общаться по телекоммуникационным системам с помощью видеоконференц-связи, которые опять же монтируются специалистами нашего центра на дому у больного на время его, на то время, которое необходимо. И не так много оборудования необходимо для этого, но, конечно, качество работы с пациентами возрастает в разы при использовании этой достаточно простой современной позиции технологии. И обратите внимание, уровень тревоги у больных, уже прошедших обследования, но не получивших лечения, он колоссальный. У большинства больных есть сомнения, наверное, только самые стойкие пациенты абсолютно не беспокоятся, заболев онкологическим заболеванием. Но после того, как с ними работают психологи, они уже спокойнее относятся к нашим мероприятиям, к своему заболеванию, они более позитивно относятся к врачам, и это не может не сказываться на результатах лечения. Ну и, конечно, реабилитация в онкологии – это не только реабилитация в таком узком смысле этого слова. Это прежде всего квалифицированная и высоко точная, если можно сказать, современная работа всей бригады специалистов, которая работает с пациентом, начиная с предоперационной подготовки, с той функциональной диагностики, о которой говорилось сегодня, продолжая обезболиванием, продолжая, безусловно, применением максимально щадящих хирургических операций. Невозможно сравнивать стандартные операции открытым доступом и мини-инвазивные лапаро-торакоскопические вмешательства. Но те хирурги, которые имеют возможность сравнивать пациента после лобоктомии, выполненной торакотомным доступом, и ватс-лобоктомии, видеоассистированной лобоктомии, понимают, что это совершенно разные операции с точки зрения травматичности. И, конечно, результаты лечения зависят от этого тоже. Все дальнейшее раннее активизация, интенсивная физиотерапия, если есть такая возможность, в конечном счете переводит к тому, что пациенты легче, быстрее восстанавливаются, быстрее и чаще могут начать дальнейшее специфическое противоопухолевое лечение. Проводились работы по тем же лапароскопическим панкреатодуоднальным резекциям в клинике МАИО, где накоплен крупнейший в мире опыт, и где в Соединенных Штатах, я имею в виду, была огромная критика этого направления, поскольку было непонятно, зачем большинству специалистов выполнять эти сложные операции со сложным реконструктивным этапом лапароскопически. Но число пациентов, получивших адъювантную терапию, больше. Они начинают ее раньше, из гораздо большей охоты и после лапароскопических операций. И, может быть, эти усилия стоят того. Безусловно, междисциплинарная оценка пациента – это общий слайд. Также, наверное, уже слишком поздно, пятница, не нужно останавливаться на этом. Начинается все. Вот обратите внимание, существует так называемая концепция enhanced recovery, fast track, быстрое и эффективное выздоровление пациентов после операции. Есть целый ряд требований, то, чего мы не должны делать рутинно, готовить больных голоданием, механически очищать кишечник, проводить премедикацию. Это действительно не нужно, это затратно для персонала, для больного, для всех нас. И, главное, совершенно не улучшает результаты лечения. Но начинается это все с информирования и обучения пациента. А это один из самых главных аспектов реабилитации. Знание больного о том, что будет происходить во время лечения, и знание его родных об этом, и совместная работа с ними. Интраоперационно, об этом много говорилось, можно не останавливаться на этом. Послеоперационный период. Что такое ранняя активизация? Ранняя активизация – это когда пациент, через экстубированный на операционном столе, в первые полчаса после операции может помахать рукой врачу и узнать его. Встать и наутро, даже после резекции пищевода, после панкреатодональной резекции, пройти вместе с медсестрой вокруг поста – это ранняя активизация. Это пациенты, которые, скажем, в нашем центре правило, что больные, перенесшие обширные операции, независимо от объема операции, если они не находятся на значимой натропной поддержке, через два часа после операции должны стоять у кровати, в реанимации, в отделении, там, где они находятся в этот момент. Безопасно ли это? Да. Были проведены многочисленные, можно не останавливаться на этих исследованиях, вот этот вот ромбик, он и показывает, что число осложнений меньше, если мы отказываемся от ненужного, и оставляем только те мероприятия, которые действительно имеют отношение к исходу лечения. Ну, также и сама по себе лапароскопия в контексте быстрой послеоперационной, эффективной послеоперационной реабилитации – это тот метод, который позволяет уменьшить число осложнений за счет, конечно, раневых осложнений, за счет, возможно, легочных осложнений, в целом не за счет снижения числа хирургических осложнений, но, опять же, с большой выгодой для пациента. Если каждый из нас спросил бы себя, как бы он хотел оперироваться у опытного хирурга, владеющего методикой, ну, я думаю, что мало кто выберет гораздо более травматичную операцию при одинаковом объеме онкологическом. Эти протоколы здесь просто комментарии, что обратите внимание, во всем мире есть проблема выполнимости компонентов этого протокола, это лучшие центры итальянские и швейцарские, которые проводили обследование в колоректальной хирургии, тоже 50% осложненного послеоперационного периода. Это реалистичные цифры у тех же пациентов, что видим и мы, пожилых, с большим количеством сопутствующих заболеваний, в плохом функциональном статусе. Но послеоперационный койко-день все равно достаточно низкий, именно потому, что, во-первых, неосложненные пациенты не задерживаются в стационаре, и, во-вторых, сами осложнения, зачастую здесь учитывается минимальное отклонение от послеоперационного периода. И если мы не будем тщательно следить за собственными результатами и отслеживать эти небольшие, пусть огрехи в течение послеоперационного периода, мы не будем знать о них и не будем обращать на них внимания. Конечно, активизация всегда есть у нас в центре междисциплинарная бригада, есть инструкторы ЛФК, есть врачи ЛФК, которые могут посоветовать, если лечащий врач затрудняется. И есть определенные критерии, которые известны и инструкторам, и врачам, которые позволяют рано активизировать пациентов. И вот первое утро после конкретно-дональной резекции пациентка в отделении реанимации уже питается, уже двигается и уже переводится на этаж. Хотя, в принципе, и панкреатодональной резекции, ну, треть пациентов может быть переведена непосредственно в профильное отделение. Это мое глубокое убеждение и, собственно, персональный опыт. В реанимации можно делать многое, начиная с эффективного обезболивания, позволяющего неопиатного, позволяющего активизировать больного, проводя ручной вибромассаж, занимаясь лечебной ходьбой в отделении реанимации. В последующем, если вдруг развились осложнения, у нас всегда есть возможность с помощью достаточно простых устройств обеспечить подвижность пациента, даже лежачего, даже если он по каким-то причинам не может двигаться, но хотя бы в пассивном режиме мы можем обеспечить ему ходьбу. И, конечно, такие технологии не могут обходиться без наличия четких критериев для ранней выписки больного, потому что каждый хирург ориентируется на свой опыт, но должна быть определенная объективизация. Для нас, например, в реконструктивной хирургии, то есть хирургии, связанной с формированием анастомозов после удаления органов, колоректальной, хирургии рака желудка, контроль цирреактивного белка — это основа, которая позволяет нам уровня и динамики цирреактивного белка, особенно динамики этого показателя на четвертые сутки по сравнению со вторыми, позволяет выделить группу больных, у кого мы не прогнозируем инфекционных осложнений и спокойно отпускаем их с обзвоном последующим, но, тем не менее, у нас есть основания отпускать их, не прибегая к сложным методам, таким как УЗИ, КТ, что-то еще. Это просто и это чрезвычайно точно. Мы сейчас как раз проводим анализ этих данных и статистическую обработку, чтобы определить наши для нашего центра пороговые значения. Ну и примеры на трудной категории пациентов. С начала года этого за первые 8 месяцев было 170 резекций кишки, из них 10% — это экзентерация, четверть — это комбинированная резекция смежных органов, 10% — экстренные операции по поводу непроходимости кровотечения и перфораций. Каждый третий пациент у нас в возрасте старше 75 лет, но тем не менее вот эти столбцы справа — это те результаты, которые были достигнуты. Это улучшение результатов по мере накопления опыта применения подобных стандартизированных протоколов. И сам койка день в этой группе колоректальных пациентов, включая всех больных, осложненных, тяжелых, разных, это те показатели, к которым можно прийти, не получив увеличение числа повторных госпитализаций, чего все боятся при внедрении подобных технологий, и получив возможность на достаточно ограниченное количество коек лечить больше пациентов и лечить пациентов так, что они более удовлетворены лечением. Но очень коротко, после операции реабилитация продолжается. Самый наглядный пример всегда, конечно, это реабилитация ракомолочной железы. У этих пациенток бывают трудности в послеоперационном периоде. Начинается, может начинаться реабилитация уже в ранние сроки после операции. Это лечебная физкультура, которая проводится у нас обязательно в групповом варианте, и затем пациентки получают на дом распечатки с комплексами упражнений, которые они должны выполнять, и, кстати говоря, очень охотно выполняют. Это различные варианты массажа, магнитотерапии, и при наличии сохраняющихся затруднений целый ряд методов, которые я не считаю необходимым освещать, я не являюсь специалистом в физиотерапии, но которые позволяют улучшить состояние больных, особенно тревожных пациенток ракомолочной железы. И в конце концов все это, казалось бы, затратное, особенно на первом этапе, приводит к снижению частоты осложнений, снижению уровня госпитальной инфекции, снижению числа врачебных ошибок, стандартизация, это всегда уменьшение числа врачебных ошибок, увеличению эффективности работы медицинского персонала, а это чрезвычайно важно. Зарплаты медперсонала в соответствии с дорожной картой президента повышаются, но самих-то сотрудников меньше, и мы все это прекрасно понимаем, за счет чего достигается увеличение и улучшение показателей зарплаты. И отсюда экономия средств учреждений, которые, опять же, могут быть использованы для реализации тех или иных новых технологий. Ну и, наконец, все эти аспекты, безусловно, мы включаем в те обучающие программы, которые проводятся у нас на базе, совместно мы являемся базой кафедры онкологии РМАПО, и в последние месяцы проводим циклы обучения, циклотематического усовершенствования по мини-инвазивной хирургии в онкологии, где, безусловно, большой акцент делается на весь комплекс реабилитационных мероприятий вокруг пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Константинович. Спасибо большое за доклад. Пожалуйста, у кого какие есть вопросы? Заведущий онкогинекологии Засохов Алексей Сергеевич, скажите, пожалуйста, на одном из первых слайдов вы указали, что вы на 47 койках делаете 4000 операций? А как это возможно? Я могу сказать, что при 12 больших операциях в неделю за год получается чуть более 600. Какой у вас штат врачей и сколько у вас операционных? У вас получается, сразу могу сказать, 15 больших операций в день. 15-20 операций в день у нас получается, это абсолютная правда. Сюда включены, разумеется, если вы обратили внимание, группы совершенно разные. 800 операций по поводу опухоли и молочной железы. Средний койка день — три. Мастектомии, радикальные резекции, но пункции, дренажи удаляются на третий день, после чего пациентки приезжают к нам амбулаторно для проведения пункций. Многие онкологи, которые с нами работают, знают об этом. Сюда включен большой поток пациентов, обращающихся в группу интервенционной онкологии. Это пункции, биопсии, дренирование при желтухах, койка день короткий. И, безусловно, здесь же 600 больших операций, но, как вы видите, на 300 колоректальных операций средний койка день — шесть. Пожалуйста, мы готовы, всегда открыто для коллег, которые интересуются, мы готовы показать, как это работает. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Константинович. Есть еще вопросы? Спасибо огромное. Разрешите следующее слово представить Абузаровой Газель Рафанлановны, кандидата медицинских наук, руководителя Центра палеоативной помощи онкологическим больным Министерства здравоохранения при Московском научном исследовательском онкологическом институте имени Герцина. Уважаемые коллеги, добрый день. Продолжая тему реабилитации, отчасти с нею связана и палеоативная помощь и спроводительная терапия. Конечно, в рамках отведенного времени 20 минут, 25 минут говорить обо всем невозможно, но я выбрала одно направление, что нового и интересного произошло за последнее время в палеоативной медицине, а именно в обезболивающей терапии. Хочу обратить ваше внимание, что палеоативная помощь является в настоящее время одним из приоритетов развития системы здравоохранения. И хочу обратить ваше внимание на определение, которое дала Всемирная организация здравоохранения тому, что такое палеоативная помощь, палеоативная медицинская помощь. Это медицинская помощь, это подход, который способствует улучшению качества жизни пациентов, а также их семей, сталкивающийся с проблемами, связанными с угрожающей жизнеболезнью. И благодаря чему? Не благодаря фотодинамической терапии, операциям, высоким, а благодаря предупреждению облегчению страданий посредством раннего выявления точной диагностики и лечения боли и других страданий. Понимаете? Зачастую происходит подмена понятий. Говорят, что палеоативная помощь, это вот все палеоативные операции, это фододинамическая терапия, я так тоже сама раньше думала. А познакомившись с коллегами из хосписа, познакомившись с движением палеоативной медицинской помощи, я-то раньше была просто исследователем боли, занималась там разными наркотическими анальгетиками, сейчас концепция просто другая. Вот это палеоативная медицинская помощь, это предупреждение облегчения страданий посредством раннего выявления боли. И поверьте мне, это очень важно. Кроме того, что необходимо точно оценивать лечить боли и другие страдания, которые являются и физическими страданиями, психосоциальными и духовными. То есть здесь духовная поддержка пациентов и их семей. Ну, одно слово только скажу о том, что палеоативная медицинская помощь благодаря постановлению правительства Российской Федерации она вошла в программу развития здравоохранения и существует вот такая дорожная карта по увеличению, например, количества коек взрослым и детям и так далее. Среди палеоативной помощи огромным аспектом вот ее оказания, во всяком случае, самым животрепещущим, одним из самых таких ярких, является оказание полноценной обезболивающей терапии. Вроде бы в нашей стране федеральный закон прописывает, что каждый пациент имеет право на облегчение боли и все с этим хорошо. Но в нашей стране, как и во многих других странах, существует неравенство в объеме потребления опиоидов. Вот посмотрите, существуют страны с высоким потреблением опиоидных анальгетиков. Их всего 16. Вот зеленый сектор на верхнем слайде, на верхней диаграмме. А численность населения в этих странах составляет, то есть численность населения стран с высоким уровнем дохода составляет всего 16%. Но они потребляют большинство, 90% всех медицинских опиоидных анальгетиков. на планете. А на все страны с низким и средним уровнем дохода, которые составляют 84% всего земного шара по объему, приходится всего оставшиеся 10%. Вот мы входим вот в эти 10%. Наверное, это происходит в том числе и потому, что многие руководители стран забыли, что единая конвенция о наркотических средствах и психотропных веществах, куда и наша Россия входит, подписана нашей страной, она определяет свои задачи не только предотвращения незаконного оборота, но и облегчения доступности в медицинских целях. И в последние годы об этом очень много говорят. Вот только один факт, посмотрите. Наша страна по уровню использования опиоидных анальгетиков на душу населения, существуют такие цифры, посмотрите. Наша страна это 107 вот этих вот условных суточных единиц. это в 2007 году, в 2011-м 112, ну и в 2013 в пределах ошибки метода практически ничего не изменилось. А вот наши коллеги из Беларуси, палеотивные специалисты в основном, да, в этом стараются, у них очень много разных программ палеотивной помощи. у них было 156, стало 224, потом 301. А та самая скромная, скромная, не очень богатая Эстония, 876 и так далее. А если уж посмотреть страны восточного лагеря нашего, да, бывшего, социалистического, так это вот 3000 в Венгрии, Словакии. Вообще в среднем, если ориентироваться на средний уровень по Европе, то это 7000 условных суточных доз. Представьте, где мы, у нас 107, 111, вот, ну, совсем немного. Это на душу населения. Это наши страдающие от боли пациенты, умирающие без опиоидных анальгетиков, те, которые им нужны. Ну, есть страны, где еще хуже. Вот я посчитала, когда делала доклад в Казахстане, у них два раза меньше, чем у нас. Но это не значит, что у них очень хорошо или у нас очень хорошо относительно. Это значит, что все мы живем не очень хорошо в отношении доступности опиоидных анальгетиков. Так вот, существует такая модель, модель оказания палеоативной медицинской помощи и обезболивания. Ее придумала Всемирная организация здравоохранения, а Джим Клири, директор Центрального совета по вопросам политики в области обезболивания, он ее несколько модифицировал и сказал, что для того, чтобы все срослось и все было хорошо, нужно всего три вещи. Нужна прежде всего политическая воля в основе вот этого решения. То есть нужна политическая воля, наличие наркотических препаратов и обученные специалисты. Вы, наверное, все слышали, что в 2014 году в начале марта произошел вот этот трагический случай, когда контр-адмирал Акпанасенко застрелился. Выдающийся человек, который не получил обезболивающей терапии, жена которого пришла в слезах из поликлиники, не получив элементарное несколько ампул морфина. Она целый день ходила там из кабинета в кабинет и прозвучал вот этот роковой выстрел. В общественной палате России 4 марта по инициативе НКО в фонд Чистяковой и фонд «Подари жизнь» и фонд «Помощи хосписам Вера» они инициировали вот эти слушания. Выбор генерала Акпанасенко «Право жить без боли». И результат этих слушаний был донесен далеко наверх. В результате, начиная с апреля 2014 года, ежеквартально на попечительском совете по вопросам социальной защиты под руководством представителя правительства Ольги Юнголодец регулярно, каждые три месяца проходили совещания, чтобы сдвинуть этот маховик и чтобы доступность опиоидных анальгетиков наконец, она реально появилась в нашей жизни, в нашей практике. Результатом этой длительной работы появилась такая дорожная карта или план мероприятий. Это повышение доступности наркотических средств, психотропных веществ для использования медицинской цели. Вот то, что я говорила в конвенции, вот вторая часть, не только запрещать нелегальный оборот, но и доступность в медицинских целях. Вот этот план мероприятий, он был согласован за этот год, за последний год, вы себе не представите, с девятью министерствами и ведомствами. Это была грандиозная работа и безумно большой труд. И я коротко вам скажу, что в этой карте вообще существует, к чему мы движемся на эту тему. Ну, существуют в этой карте контрольные показатели, это объем потребления препаратов, число выписанных рецептов, количество подразделений аптечных организаций, которые лицензированы под наркотические препараты, число вообще медицинских организаций, которые могут работать с наркотическими препаратами. Одним из важнейших пунктов этой карты является расширение номенклатуры, то есть разнообразие, чтобы было препаратов, которыми мы можем работать у наших пациентов, которые можем использовать у взрослых и детей. Но если вы знаете про взрослых, на секундочку скажу вам про детей, что у нас детки-то умирают с опухолевыми заболеваниями, их тысяча каждый год, не говоря о тех, кто без опухолевых заболеваний нуждается в обезболивании, их немного, но они есть. Ни одного препарата в России, гуманной стране по отношению к детям, ни одного точка. И сколько бы мы ни бились и ни пытались везти из-за рубежа вот эта маленькая ведерко морфина на всю Россию, не получается. Запрещено, потому что не разрешено. Итак, в расширении номенклатуры в этой карте предусмотрена регистрация нашего отечественного таблетированного морфина по 5 и 10 миллиграмм. Эти таблетки, ну, по карте, они где-то в 2018 году должны уже быть зарегистрированы. Кроме того, разработка организации предусмотрена новых наркотических препаратов, которые возятся из-за рубежа или будут регистрироваться у нас в стране. Предусмотрена разработка клинических рекомендаций по лечению хронического болевого синдрома как у взрослых, так и у детей. Важным пунктом является оптимизация расчетов потребности. Дело в том, что без вот этого, казалось бы, странного пункта ничего не сдвигается, потому что Минпромторг должен одобрять или собирать всю заявку с мест, а с мест, говорят, а нам лекарств не нужно, у нас больных нет. Заявку дают по тому прошлому году, еще убавив ее на четверть. И с каждым годом все меньше и меньше. Получается, когда наши больные приходят с рецептом, говорят, а лекарств нету, и денег на них нету, как выясняется. Кроме этого, в этом плане мероприятия существует пункт повышения доступности и качества обезболивания, в том числе упрощения процедуры назначения и выписывания препаратов. Оно означает, что будут проводиться проверки обеспечения населения наркотическими препаратами. Эта функция возложена на Росздравнадзор, на Минздрав. Будут разработаны методические рекомендации по обезболиванию, и будет принят ряд мер по упрощению вот этих наших сложных законотворческих приказов по хранению и использованию препаратов. Интересным пунктом является гармонизация нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных вещей. Что это означает? Это означает, что Минздрав и постановление правительства говорят одно, и вроде бы как бы имеет это вес и значение на всей территории России, это нормативно-правовые акты федерального уровня. А в отдельно взятой Ярославской губернии или в отдельно взятом Кдагестане говорят, что у нас свои списки по наркотикам. Мы решили, что пригаболин это будет наркотик, и мы его перевели из обычных препаратов в список 2. Как можно перевести в список 2, когда вот список 2 регулирует вообще-то МККН, даже не Россия. Ну вот люди, например, так понимают некоторые приказы, и на местах начинают ужесточать существующее законодательство. А по тому, как строится наше законодательство, региональные приказы не могут входить в противоречие с теми, которые сверху, которые вышеизданы. Поэтому вот гармонизация вот этого всего процесса должна происходить, и это будет отслеживать, вероятно, Росздравтнадзор, насколько я помню. А одним из очень интересных и значимых пунктов является разработка методических рекомендаций по организации оборота наркотических средств в аптечных организациях на уровне изготовления, хранения и так далее. Вы знаете, что здесь хочется сказать? Что этот пункт, он означает то, что многие главные внештатные специалисты и люди, кто занимается этими препаратами, говорят нам, вот вы придумали столько много приказов по наркотикам, и мы в них запутались. Это более 50 различных приказов по становлению правительства. Вы сделаете один приказ по наркотикам, один на всех, на всю Россию, и будет нам счастье. На самом деле, сделать один приказ по наркотикам невозможно, нереально. Это будет том первый, часть вторая и так далее. Будут отдельные приказы по хранению, отдельно по уничтожению, они так и есть, примерно структурированы. Но Минздрав предполагает, что вместе с специальными, вместе с специалистами, юристами, будут подготовлены методические рекомендации, которые будут разъяснять те самые противоречия и точно пропишут нам. Порядок назначения выписывания препарата лечащим врачом у пациента на дому. Понимаете, вот нужно, чтобы врач имел право выписать препарат на дому тому пациенту, который не может дойти до этого врача. Ну и так далее. А интересным пунктом является декриминализация деяний медицинских работников и совершенствование правового регулирования. Ну, в общем, здесь речь идет о том, что исключить нужно из понятия пропаганды, пропаганды наркотиков, вот эти наши медицинские научные конференции, потому что то, что я сейчас вам говорю по существующему законодательству, я попадаю под уголовную вот эту ответственность. Если можно, в общем, сильно задуматься, привлечь можно. Произнося слово морфин несколько раз, уже можно вот быть в местах не столь удаленных. Ну и важнейшими пунктами является это развитие палеоативной медицинской помощи, разработка профессионального стандарта врач по палеоативной медицинской помощи. Ну, в общем, мы движемся к тому, чтобы врач палеоативной медицинской помощи это была отдельно выделенная специальность. Я хочу сказать, что все движется к тому, чтобы мы в своей практике могли использовать сильнодействующие опиоидные анальгетики. Какие есть новости, какие новые препараты среди них есть? Прежде всего, в нашей стране вот сейчас появился появляется оксикодон с января месяца. Трансдермальная система фентанила, вы знаете, они есть, вот здесь ошибка не 2,5, а 25 микрограмм в час. Замечательный препарат просидол и морфин. Эти лекарства, они достаточно широко сейчас распространены, но некоторые из них, например, вот этот просидол, я понять не могу, почему его не заказывают и не используют в своей клинической практике онкологи. Элементарное лекарство с простым механизмом, это тот же промедол, только без нейротоксического эффекта. Почему мы им не пользуемся, не знаю. Новость для вас скажу, что разработчик просидола ГОСЗМП недавно уничтожил половину произведенного просидола из-за того, что не мог его реализовать. Препарат нужен, но уничтожен. Почему? Потому что завод не может сделать меньше, чем определенный объем. Он делает минимальный объем и тот не может реализовать, потому что пользуются в Москве ну несколько хосписов и два учреждения институт Герцена еще кто-то не знаю. Почему? Трудно сказать. Кроме просидола, конечно, мы должны использовать в своей практике такой препарат как морфин. 7000 лет используется препарат в клинической практике всех народов. 5000 лет до нашей эры и 2000 в нашей эре. Единственное, нужно, конечно, помнить, что этот препарат достаточно имеет активные метаболиты и аккуратно его используют при почечной печеночной недостаточности. В ближайшее время мы получим новое лекарство Таргин, соединение оксикодона и налаксона. Хорошее лекарство, но мои зарубежные коллеги говорят, что замечательное. Вот эта навеска налаксона к оксикодону она позволяет длительно применять препарат, не имея побочных эффектов, такие как запор. Потому что налаксон не всасывается в желудочно-кишечном тракте, но забивает все опиоидные рецепторы. И оксикодон уже не вызывает тех запоров, которые обычно характерны для сильных опиоидных препаратов. Вы все знаете, что трансдермальная система фентанила, они давно вошли в нашу повседневную жизнь, в нашу жизнь, я имею в виду наших пациентов с сильным хроническим болевым синдромом. Прекрасное лекарство. Отличие от морфина в том, что у него неактивные метаболиты, мы можем применять его аккуратненько при почечной печеночной недостаточности. Что нового за последнее время, то, что выписывается препарат не как раньше на розовом рецепте, а на 148-м рецепте, и нет необходимости сдавать обратно вот эти использованные пластыри, хотя раньше все за этим очень бдили, и не дай бог, если пациент не вернул этот пластырь, ему могут либо не дать следующие пластыри, либо вообще некоторым отказывали выдачи справки о смерти. Такое тоже было, это просто нарушение прав человека. Надо, конечно, помнить, что пластырь лекарства сильное, в 100 раз сильнее, чем морфин. Поэтому, когда вы назначаете маленький пластырь, и даже если вы знаете, что у пациента маленький не поможет, все равно начинать титровать нужно с малой дозы, потому что пластырь 25 микрограмм в час, это равно как 3 ампулы фентанила в сутки, или равно 3 ампулы морфина в сутки. Хочет того пациент или не хочет, ходит в магазин или просто беседует с родственниками, а вот это вещество всасывается в его кровь. Ну, то же самое, вот к нам из области поступила пациентка, не буду говорить откуда, но перелом бедренной кости, кости, тяжелейшая боль, что делали? Взяли, приклеили пластырь 75 сразу, опиоид наимно человеку. Вот в голову то не пришло бы человеку взять и назначить ему 8 ампул морфина сразу, без всяких. А пластырь почему-то наклеили, наверное, решили, что фентаниловый, перцовый, примерно что-то так, вот одно и то же. На самом деле не совсем одно и то же, или надеюсь, что я вас убедила. Даже если я знаю, что я закончу титрацию на 75, я не буду назначать у опиоид наивного пациента титрацию с этой высокой дозы. Начну с 25, может быть, через день подниму на 50, но начинать сразу 75 нельзя. Вот эта пациентка хорошо, что не задохнулась, а фентанил очень сильно угнетает дыхание. Так вот, она пролежала в коме двое суток, потом проснулась и сказала, что да, у меня не болит. Но в коме пациентка была двое суток. И если бы ночью она остановила дыхание, тому бы врачу, который это выписал, наверное, бы не поздоровилась. Просто был бы уголовный иск. И, в принципе, были бы правы, но нельзя такие вещи назначать. Прекрасный препарат, можно дискредитировать неправильным назначением. Ну и что мы не должны делать, это не значать длительно использовать промедол в терапии хронической боли. В конце своей пламенной речи хочу сказать, что мы получим много хороших и разных лекарств. Среди них будет бупринорфин с налоксоном, оксикодон с налоксоном, мы получаем сейчас морфин сульфат в капсулах пролонгированного действия, ну и возобновлено производство того самого проседола, о котором я уже говорила. За истекшее время, вот за этот год, по всей стране прошли образовательные палеотивные медицинские формы. Мы посетили все регионы нашей страны и были рассмотрены и вопросы палеотивной медицинской помощи взрослым и детям, и терапия боли, симптоматическая терапия, психосоциальные, духовные аспекты, этика и общение и работа в команде. Нашим институтом, институтом Элимени Герцена была разработана методическая рекомендация по фармакотерапии болевого синдрома. Вот эти все мероприятия позволили тому, что медленно, но маховик сдвигается со своих медленных вот этих оборотов. Мы раскачиваем это движение. Вот если посмотреть по динамике выборки использования наркотических препаратов, вот Москва уже за полгода выбрала годовую потребность в эпиоидных препаратах. Я не хочу сказать, что всех завалить наркотиками это хорошо. На самом деле нет, не к этому мы стремимся. Надо, чтобы людям, которые нуждаются в этом, чтобы они это получали в нужном объеме. И тогда вот модель палеоативной медицинской помощи при наличии препаратов, наличии обученных специалистов и главное в основе всего лежит политическая воля, а я думаю, что я вас убедила, что наличие такой дорожной карты, которая сейчас есть, это и есть политическая воля государства, что с этим всем мы добьемся успеха в нашем нелегком деле. Спасибо. Спасибо огромное, Гюзель Рафаевна. Пожалуйста, у кого есть какие вопросы? Если нет, Гюзель Рафаевна, позвольте три вопроса коротких моих. По поводу применения проседового могу очень четко ответить. Я думаю, что коллеги, которые занимаются химиотерапией, меня поддержат, хотя несколько разные вещи мы понимаем, но суть проблемы одна и та же. При составлении годовой заявки, я как главный врач, к большому сожалению, дважды уже столкнулся с ситуацией, когда Росздравнадзор ставит нам в упрек использование таблетированных препаратов, неинъекционных, в лечении онкологических пациентов в стационаре. Я подчеркиваю. Поэтому вот здесь мы бы действительно использовали проседовую достаточно в больших объемах, с тем, чтобы помогать нашим пациентам, но повторю, у нас недопонимание между двумя ведомствами. Это первое. Второе. Буквально позавчера я участвовал в совещании в Минздраве Московской области, который как раз был посвящен вопросам обезболивания. Совещание прошло по той простой причине, что впереди у нас новогодние праздники, а мы знаем, что всего пятидневный запас, и мы пытались выработать какую-то тактику, я имею ввиду пациенту, ну сейчас пятнадцать, но у нас по факту получается не больше пяти, и пытались выработать какую-то тактику для того, чтобы наши пациенты не страдали, в том числе и на будущее, на дальнейшее. Выяснилась уникальная вещь, я, честно говоря, с этим впервые столкнулся, руководитель хосписа детского задал простой вопрос, существует ли у нас на сегодняшний день в Российской Федерации, кстати говоря, присутствовали представители Московского эндокринного завода, который занимается производством, детские апоидные препараты в детской форме, имеется в виду в детской дозировке? Нет, не существует. Наше гуманное государство, которое говорит все лучшее детям, про этот вопрос забыла, что есть еще дети, которые нуждаются в сильных препаратах. Вы знаете, что делаем? Мы делим ампулы морфина. Если в стационаре, то, конечно, нужно взять там 0,3-0,5 миллиграмм морфина и это потом запечатать. Никто не отменял, кстати, отсрочного введения препарата, то есть можно набрать в ампулу два шприца и один сохранять. Это такая хитрость, уловка, но в принципе она работает в некоторых случаях. Поэтому я думаю, что при желании можно найти возможность для обезболивания у наших маленьких пациентов. Даем перорально морфин, смешиваем его с медом. Оказывается, я ни разу не пробовала, но морфин, говорят, безумно горькая штука. Смешивается с медом, с компотом, с чем-то и даются ПРОС, вот этот морфиногидрохлорид в пересчете, естественно, на парентеральный. Там идет пересчет один к трём. Ну, то есть парорального морфина надо в три раза больше, чем инъекционного. И специальные схемы, вот Наталья Сава и другие наши специалисты из дома с маяком, они прекрасно знают это и я думаю, что во взаимодействии с вашим хосписом. Я почему говорю, для нас это очень актуально, учитывая, что у нас единственное отделение детской онкологии в вашей области, поэтому наши специалисты с этим сталкиваются достаточно часто. И последний вопрос, я очень хочу, несмотря на полную, не заполненность, точнее, аудитории, чтобы прозвучал ответ из ваших уст. Тот вопрос, с которым мы тоже столкнулись на этом совещании. Скажите, пожалуйста, критерии оценки для врача-онколога, когда человек с НПВС, то есть с нестероидных противовоспалительных препаратов должен переходить на наркотические анальгетики. Вы знаете, очень интересный вопрос. Вот сейчас я тоже делала с утра доклад у нас в институте. Значит, для того, чтобы перевести пациента с нестероидных на наркотики, во-первых, а, существует, вы должны посмотреть, или специалист должен подойти к этому с каждой стороны индивидуально, то есть посмотреть срок жизни этого пациента. Если у него прогноз жизни уже совсем-совсем маленький, то можно совершенно не экономя препараты, начинать давать ему и просидол, и все, если не работает НПВС. Если НПВС работает 4, 6, 8 часов, значит, достаточно НПВСа. Но есть противопоказания. Например, в Америке старше 65 лет запрещено принимать НПВС. Я, конечно, с ним не согласна, но хочу насторожить. Там страховые компании так четко отслеживают каждое побочное явление со стороны НПВСа в том числе. То есть выбирать тогда НПВСа наиболее безопасный НПВС, это во-первых. Если есть возможность перевести на тромодол, если он опять-таки работает. Если тромодол не работает всю ночь, поверьте, лучше назначить одну капсулу морфина 10 мг, а днем можно на тех же НПВСах оставить человека, на такой комбинированной терапии. Я вот сейчас активно занимаюсь именно вот такой переходной терапией. Посмотрела, почитала, как делают за рубежом. Действительно работает. Если человек полноценно высыпается ночью, то днем он в состоянии и работать, и ходить даже на работу, и принимать участие в каких-то решениях. За рубежом, кстати, разрешено даже ездить за рулем, хотя у нас вот с этим у нас запрещено это. Могу я, прозвучала, еще раз говорю, вот на нашем совещании прозвучала такая ориентировочная фраза, поскольку ее действительно нет нигде, ни в законодательстве, ни в клинических рекомендациях. Мы сошлись на том, что сейчас готовят вот эти материалы, если у человека, вы сказали, 4, 6, 8 часов или иногда всю ночь, мы сошлись на том, что если при приеме нестероидного противовоспалительного препарата через 2 часа у пациента с хроническим болевым синдромом, подчеркиваю, не снижается порог болевой, то тогда врач имеет право назначить наркотическое наградение. Думаю, что да, но не назначать же ему 20 таблеток пенталгина в сухе. Абсолютно верно, исходя вот как раз из этого. Там токсичность препаратов резко повышается, просто у меня бывают пациенты, которые приходят, например, с Липецка был пациент, я его никогда не забуду, кетарол по 2 кубика 4 раза в день и 3 раза в день между ними еще по 2 таблетки. Это куда такие дозы? 8 раз превосходящие суточные. Вот так добрые хирурги лечат, вот из Липецка присылают, идите, говорит, в Институт Герцена, вас там спасут. А у человека почечная недостаточность, кто же его спасать будет? Ему на диализ нужно. Спасибо огромное за рифм. Есть еще вопросы у кого-то? Вы говорите, что у кого-то врач будет принесать наркотики на дамы? Да. Врач приходит с розовым лаком, встречается от главного врача, а тут же какой-нибудь бандит, который ходит этого врача. Вот за рубежом у них... Послушайте, какой бандит, о чем вы говорите? Вот реально вы думаете? Хорошо, бандит, что он сделал? Остановил врача? Зачем его? Он... И что? Я выписываю эти наркотические рецепты для того, чтобы больной дошел до этой аптеки? Нужно выписать сначала прикрепление к аптеке, подписать угла врача, чтобы оно было там. То есть первый рецепт будет выписан не на дому. Во-вторых, если у вас бандит отнял этот рецепт, а в аптеке есть перечень подписей, образцов подписей вашей и вашего главного врача, не пройдет. Если какой-то бандит пошел с подпольным рецептом, неправильно выписанным в эту несчастную аптеку, они берут у него паспорт и говорят, значит так, гражданин, у вас есть информированное согласие о том, что вы получаете на вашего родственника, а теперь дайте паспорт, мы пишем вам. Какой бандит даст паспорт? У нас десятикратный контроль на каждом уровне. Это полностью исключает то, что какой-то бандит где-то что-то возьмет. Я удовлетворила ваше? Спасибо. Еще есть вопросы? Да, Ирина Юрьевна, пожалуйста. Взяли Рфаэлла. А какие показания у вас были нахожены морфиновые? Морфиновые помпы очень хорошее дело на самом деле, но открою вам небольшую тайну, что у нас помпа идет в рамках научного протокола, потому что интертыкальное введение морфина не запрещено, но в официальной инструкции не разрешено. Поэтому вот у нас в институте мы проводим это исследование и в рамках протокола и по ВМП эти помпы устанавливаем. Все анестезиологи всей России интертыкально морфин вводят, скажу вам по тайну, но пишут, что вводят эпидурально, потому что не разрешено. А наша ФГБУ неэкспертиза говорит, вот для того, чтобы вводить интертыкально и иметь на это право, сделайте, пожалуйста, сначала опыты на кроликах. Вот пока мы оплатим, пока завод найдет возможность оплатить опыты на кроликах, вот у нас 94 пациента, некоторые из них больше трех лет получают интертыкальные помпы. Ну вот такая вот коллизия в законодательстве. Спасибо. Еще вопросы? И позвольте заключительный доклад о чиннике Лариса Константиновна, заведующей онкологическим отделением номер 6, заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук. Пожалуйста, Лариса Константиновна. Продолжение следует... Продолжение следует... Позвольте представить вам сегодня доклад современных достижений в диагностике лечения рака молочной железы. Ну, рак молочной железы одна из главных проблем, и это сегодня уже прозвучало, из-за широкой распространенности процесса и высокой социальной значимости. И в Мос... Микрофон? И в Московской области ежегодный прирост мы наблюдаем 1-2%. На конец 2015 года уже было зарегистрировано первичных случаев 3397. И это проблема. Проблема медицинская, поскольку требуется разработка и внедрение новых методов и технологий в лечении рака молочной железы. Это социальная проблема, потому что болеют женщины трудоспособного, детородного возраста, и зачастую наше лечение ведет к инвалидизации. И это психологические проблемы, поскольку сам диагноз это сильнейший стресс для женщины. И, как уже было сегодня сказано, первое место в структуре заболеваемости среди женского населения Московской области занимает рак молочной железы. На сегодняшний день на учете состоит почти 39 тысяч пациентов с этим диагнозом. Но если мы посмотрим по стадиям, то вот на данные 2014 года мы видим, что первая, вторая стадия, то, что считается незапущенным процессом 66%. Это ниже, чем в Москве, это ниже, чем в Центральном федеральном округе, и это ниже, чем в целом по России. И 34% это третья и четвертая стадия. Что надо для этого? Для решения этой задачи и необходим скрининг всех здоровых женщин для выявления ранних форм рака молочной железы. И главная цель скрининга это сокращение смертности благодаря обнаружению рака в доклинических стадиях. Кроме этого, ранняя диагностика обеспечивает и раннее лечение до прогрессирования, способствует использованию менее агрессивных методов лечения, дает нам возможность выполнять органосохранные операции, быстро возвращает женщину к обычной жизни. Ну и, конечно, диагностика на ранней стадии сопровождается хорошим прогнозом и высокими показателями общей и безрецидивной выживаемости. Согласно нормативным документам, возраст целевого населения для скрининга рака молочной железы это женщины старше 39-летнего возраста, главный метод обследования маммографии в двух проекциях и периодичность один раз в два года. Стандартный алгоритм маммографического скрининга в схеме используется классификация состояния ткани молочной железы основана на эхографических и маммографических характеристиках. Это те стандарты, которые используются уже в европейских странах. Это система БИРАЦ. Первая категория это нормальная ткань, пятая категория это высокая вероятность злокачественных перерождения. Как мы знаем, основным методом лечения является клиническое обследование, маммография, сонография или ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография, радиозатопные методы исследования, биопсия молочной железы. Наша клиника располагает всеми возможностями для ранней диагностики. У нас имеется ультразвуковой аппарат с 3D-установкой, с возможностью выполнения эластографии. У нас два цифровых маммографа, один из них с приставкой для томосинтеза, что позволяет видеть нам вот здесь на снимках обычные рентгенограммы. Обычные рентгенограммы можно заподозрить опухолевые злы и как хорошо видно при томосинтезе. И он позволяет в общем-то в цикле кино рассмотреть все проекции молочной железы. И здесь тоже самая обычная рентгенограмма. Мы можем заподозрить злокачественную опухоль. И вот вам томосинтез, где четко видна опухоль и вовлечение в процесс куперовых связок. Здесь мы видим перечень того необходимого стандарта обследования, который нужен для начала лечения пациентки со злокачественной опухолью. Я хочу сказать, что главным является не только маммография и сонография, но обязательно это корбиопсия опухоли с иммуногистохимическим исследованием. А если у женщины имеется отягощенный наследственный анамнез, или пациентка моложе 40 лет, или пациентка в возрасте 50 лет, но с тройным негативным потипом, то здесь обязательно генетическое исследование определения мутации гена БРК1, БРК2. Поскольку мы знаем, что женщины с этими мутациями мы никогда не предложим органосохраняющую операцию, этой женщине целесообразно выполнить и профилактическую мастоктомию с контрлатеральной стороны, обязательно генетическое исследование потомства по женской линии, и если это трижды негативный рак, то даже при размере опухоли полсантиметра, один сантиметр или меньше необходимы неодевантные курсы химиотерапии. Причем в состав в комбинации химиотерапии должны входить препараты платины. Все мы знаем, что лечение рака молочной железы идет в зависимости от подтипа опухоли, их четыре, люминальный Б делится на люминальный Б, герпозитивный и негативный. Операбельный рак молочной железы. Здесь мы идем в двух направлениях. Это возможность выполнения органсохраняющего лечения, квадрантоктомии, лампоктомии с использованием или без использования интероперационной лучевой терапии, биопсией сигнальных лимфоузлов. И тот объем, что используем чаще всего, это мастоктомии, кожесохранные подкожные мастоктомии с одномоментной или отсроченной пластикой, с использованием собственных тканей или алломатериалов. И вот концепция об адекватном оперативном лечении, которая была еще высказана в 1997 году, адекватно считается, операция выполнена радикально и областично при сохранении максимально возможного качества жизни больного. В большинстве европейских стран в мировых рекомендациях оргосохраняющей операции является основным методом лечения рака молочной железы. Поэтому панель в Сан-Галине в 2013-2015 год рассмотрела возможные показания и противопоказания. Я вам хочу сказать, что здесь уже появились новые тенденции к возможности выполнения оргосохраняющим операциям. А именно, к абсолютным противопоказаниям относятся мультицентричный рост, наличие мутации БРК-1, БРК-2, наличие отека, но это мы знаем, Т4, Н2, Н3, и вовлечение в краях резекции, даже после РР-резекции, наличие опухолекционной в краях резекции. К относительным показаниям мы можем уже отнести мультифокальный рост, что раньше мы говорили при мультифокальном росте опухоли мы не можем выполнить оргосохраняющую операцию. Расположение опухоли близко к соску менее сантиметра или даже в области соска. В настоящее время при жестком отборе пациентов к этому виду лечения возможно выполнение оргосохраняющей операции. При размере опухоли более 2,5 сантиметров и небольшой размере молочной железы мы также можем пойти на оргосохраняющую операцию. Возраст моложе 35 лет. Наличие микрокальцината возможно оргосохраняющая операция? Возможно. Радикальная резекция сам объем операции направлен на то, чтобы психологически пациентка была уже реабилитирована после лечения. Но надо помнить, что выполняя радикальную резекцию необходимо первое и главное правило это маркировка краев резекции на предмет определения или отсутствия опухолевых клеток и второе это маркировка ложа удаленной опухоли для того, чтобы адекватно разметить в будущем проводимую лучевую терапию. Тем не менее по данным ряда авторов в том числе Портнова Сергея Михайловича неудовлетворительный косметический эффект наблюдается в России до 65% после оргосохраняющих операций и в Европе до 30% случаев. И тогда мы говорим об онкопластическом варианте лечения и критериями применения этого варианта являются следующие. Если мы удаляем до 15% ткани молочной железы, то выполняется обычная стандартная областичная операция. При удалении ткани от 15% до 30% здесь уже требуется ремоделирование железы за счет собственных тканей. Здесь имеется некоторое уменьшение объема молочной железы, некоторая асимметрия сосково-реолярного комплекса и порой требуется коррекция контрлатеральной молочной железы. Мы в своей практике используем технику гризотти, как вот здесь показано. Техника гризотти, и мы видим, что опухоль располагается в центральном квадранте. Мы выкраиваем лоскут на границе нижних квадрантов, удаляем опухоль и перемещаем этот лоскут, формируем сосково-реолярный комплекс. И второй метраунд-блок, где иссякается сосково-реолярный комплекс, удаляется опухоль, находящаяся рядом с ареолой, и формируется сосково-реолярный комплекс. При удалении свыше 30% ткани, здесь уже требуется реконструктивная техника, возмещение объема за счет транспозиции регионарных тканей. ТДЛ-лоскут, торокопегастральный лоскут. Как вот в данном случае пациентке была выполнена большая квадрантоктомия, удалено более 30% ткани молочной железы, использован торкодорзальный лоскут. И наша клиника имеет уникальный аппарат Интробим для проведения интраоперационной лучевой терапии с большим набором вот таких вот насадок. Они предназначены все разного диаметра для разного размера операционной раны. Основой с нашести метаанализов было доказано, что лучевая терапия является главным и неотъемлемым методом лечения пациентов после ордносохраняющих операций. Но 15-30 пациентов не получают лучевую терапию не получают, потому что сама классическая лучевая терапия это очень длительный процесс 6-7 недель, стоимость самого лечения, порой отдаленность от места проведения лучевой терапии, трудности транспортировки, социальные трудности, наличие сопутствующих патологий, страх пациента перед лучевой терапией. И первое исследование, которое проводили, это исследование в Италии, Мелан-3, которое показало, что максимально рецидив опухоли располагается именно в зоне послеоперационного рубца. Пациентов в исследовании было всего лишь 273, но доказали, что большинство рецидива идет в области рубца, и менее 20% располагаются в любом другом квадранте. Второе исследование, Таргет-А, в которое было включено почти 3,5 тысячи пациентов. Они были разделены на две группы. Одна группа получала классическую лучевую терапию, вторая группа получала однократную дозу интероперационной лучевой терапии. Включались пациенты те, только кому можно было выполнить ордоносохраняющую операцию, это опухоли не более 2 см, старше 45-летнего возраста, и исключались при наличии внутри протокового компонента. Кроме этого, исключались пациенты с мультицентричным раком, дольковой формой рака, доказаны мутации БРК-1, доказаны метастазы в лимфозле Н1-Н3, размер опухоли более 2 см, и, как я уже сказала, выраженный внутри протоковый компонент. И вот результаты этого исследования. Конечно, локореагиональные метастазы, как показало исследование Мелан-3, располагались в области рубца, и при проведении интероперационной лучевой терапии действительно на 2% оказалось выше. Но общая пятилетняя выживаемость практически одинакова. А если посмотреть на смерть через 5 лет после операции, то в группе интероперационной лучевой терапии она ниже, чем при дистанционной лучевой терапии. Почему? Это связано с тем, что интероперационная лучевая терапия дает меньше поражений на сердечно-сосудистую систему. Исследование проводилось в 28 центрах 9 стран и подтвердило, что интероперационная лучевая терапия равноправна дистанционной лучевой терапии. Аппарат интеропии получил разрешение Евдея в 1997 году и прошел сертификацию Европейского Союза в 1999 году. Это наша операционная пациентка с первой стадии рака молочной железы. Ей выполняется лампектомия с подмышечной лимфодисекцией и проводится сеанс интероперационной лучевой терапии. Это занимает 25-30 минут, общая доза 20 ГРЭЙ. Система интеробим работает на низкоэнергетическом рентгеновском излучении, за счет чего не идет облучение сердца коронарных сосудов, отсюда снижен риск сердечно-сосудистой патологии. Здесь перечислены преимущества интероперационной лучевой терапии и удобно пациенту, и меньшая длительность пребывания в стационаре, и снижается нагрузка на радиологическое отделение, и улучшается косметический результат. Второй метод, который мы используем в нашей клинике, собственно, мы используем это в качестве клинического исследования, биопсии сигнальных лимфоузлов. В общем-то, сигнальный лимфоузел это тот первый лимфоузел, который берет на себя метастазы, и отсутствие метастаза в сигнальном лимфоузле уже говорит о том, что остальные регионарные зоны свободны и нет необходимости в полной подмышечной лимфодисекции. Проведено множество исследований в этом направлении, но вот я привожу здесь одно, куда было включено более пяти с половиной тысяч пациентов. По рандомизации они опять разделились на две группы. Одной выполнялась только биопсия сигнальных лимфоузлов, и вторая группа пациентов выполнялась биопсия сигнального лимфоузла, но с последующей подмышечной лимфодисекцией. Здесь опять были критерии включения и исключения. И что получилось в результате этого исследования, что и общая выживаемость, и безрецидивная выживаемость оказались практически одинаковы. Они оказались практически одинаковы. Но вот после операционной осложнения вы видите, что в группе, где выполнялась биопсия сигнальных лимфоузлов, значительно ниже, чем после классической подмышечной лимфодисекции. И Американское общество клинической онкологии ввело в рекомендации лечения раннего рака молочной железы биопсию сигнальных лимфоузлов. Это рутинная их уже практика. У нас в 2016 году в рекомендациях российского общества онкмомолков тоже есть рекомендации к выполнению биопсии сигнальных лимфоузлов при раннем раке молочной железы. Методы визуализации сигнального лимфоузла четыре. Магнитные частицы пока в России этим никто не занимается и нам на последнем конгрессе представляли зарубежные авторы своей работы но все это находится в стадии исследования. Флуоресцентный краситель индоцианин зеленый он тоже у нас только вводится в России я знаю что онкологический научный центр в отделении Портнова Сергея Михайловича активно занимается этой методикой у них уже проведено 80 пациентов по этой методике результаты ничуть не уступает уже проверенным изотопным методам краситель блюдей ну краситель блюдей сам по себе запрещен у нас в России поэтому у нас он не используется и наконец изотопный метод то собственно чем мы и пользуемся у нас в отделении с декабря 15-го года по сентябрь 16-го года было пролечено 30 пациентов с первой и второй стадии 53% составили пациенты первой стадии и 47% это вторая стадия сама методика заключается в том что за 20 часов до начала операции переориально вводится подкожно радиозатопный препарат технифит приготовленный согласно рекомендациям производителя а затем на следующий день утром с 8 до 10 часов пациентке выполняется радионуклидная визуализация лимфоузлов и это является неотъемлемой частью этой методики поскольку мы видим сам узел мы видим один или несколько узлов мы порой можем видеть дорожку от лимфоузла к самой опухоли затем пациентка поступает в операционную где удаляются лимфоузлы это было от 1 до 4 и посылается на срочное гистологическое исследование по замороженным срезам с окраской гемотоксилином и озином а далее проводилась операция классическая подмышечная лимфодисекция 1.2 или 1.3 по БРГ вот аппарат которым мы пользуемся это гаммодетектор 2000 в операционной мы еще раз проверяем локализацию сигнального лимфоузла делается небольшой разрез и удаляется лимфоузел и вот мы показали выделили 4 лимфоузла сигнальный лимфоузел в 96% располагается в подмышечной области и поражение лимфоузла носит очаговый характер как правило до 2% от объема всего лимфоузла наши предварительные результаты выделено как я уже сказала от 1 до 4 лимфоузлов в 60% это чаще всего был 1 лимфоузел и что мы получили истинно положительный результат то есть найдены метастазы в лимфоузлах как в сигнальном лимфоузле при срочной гистологии так и окончательно это в 4% случаев 14% истинно отрицательный результат 82% а вот самый главный показатель этой методики ложный отрицательный результат 6% в 2 случая это в общем-то укладывается в те мировые стандарты которые требуются для выполнения этой методики мы продолжаем набирать пациентов и конечно мы не остановимся просто на биопсии сигнальных лимфоузлов мы будем все-таки выполнять еще подмышленную лимфодисекцию чтобы провести анализ уже более полно что позволяет биопсия сигнальных лимфоузлов ну во-первых и самое главное снизить процент осложнений отек верхних конечностей что мы видим после полной лимфодисекции нарушение функции плечевого сустава гипо- или гиперстезии и конечно сокращает время госпитализации и стоимость лечения вот пациентка после биопсии сигнального лимфоузла и эта пациентка тоже после биопсии сигнального лимфоузла но с последующим выполненной подмышной лимфодисекцией и тем не менее самая распространенная операция при раке молочной железы является радикальная мастектомия и вот желание женщину выполнить потом реконструкцию возникает 7% у женщин пожилого возраста и 38% возъявляет желание это женщина молодого возраста и встает вопрос перед нами как и чем выполнять реконструкцию используют собственные ткани или это все-таки аломатериалы используют двухэтапную методику или одноэтапную методику и что лучше лоскуты или импланты конечно сам по себе лоскут это пластичный материал возможно индивидуально моделировать и высокий процент достижения симметрии то есть мы конструируем ее молочную железу максимально приближаем к здоровой молочной железе вот пациентка год после мастектомии и с помощью тренблоскута ей выполнена реконструкция и мы видим насколько левая молочная железа приближена по форме и размерам к здоровой молочной железе вот еще одна пациентка но этот метод имеет свои недостатки во первых он травматичный операции как правило проходят очень длительно результаты непредсказуемые нередко возникают при малейших нарушениях техники и шимические осложнения и тогда возникает необратимый процесс так выглядит пациентка на операционном столе и вот те осложнения о которых я говорила вы видите тотальный некроз лоскут у одной пациентки и краевой некроз лоскут у другой пациентки мы не получили в общем-то ни саму молочную железу и эстетический результат оставляет желать лучшего второй метод который мы тоже пользуем в своей клинике использовали вернее в большей части в своей клинике это пластика с помощью торгодорзального лоскута лоскут хорош тем что он хорошо кровоснабжается но есть недостатки максимум объема который мы можем взять с донорской области это 200-300 кубических сантиметров то есть мы можем заместить только небольшой дефект второе это заметный рубец в донорской зоне и третье это эффект заплатки на самой молочной железе схематично представляется так выкраивается лоскут кожный лоскут на спине мобилизуется широчайшая мышца спины в туннеле она перемещается на переднюю грудную стенку сшивается широчайшая мышца с большой грудной мышцей под них подводится имплант или экспандер и формируется молочная железа вот пример пациента вы видите что все-таки эффект заплатки присутствует и вот пациентка который тоже сделал пластикоторокодорзальным лоскутом это одномоментный этап опухоль располагалась в центральном квадранте и в общем-то мы попытались сформировать сосково-реолярный комплекс но на спине видно заметный рубец так все же что же лоскуты или эндопротезы реконструкция с помощью эндопротезов быстра проста но сложнее добиться изначальной формы труднее добиться стабильности симметрии высокий порой процент бывает реопераций и поскольку сам имплант это некая константа то молочное железо сформированное с помощью импланта она ведет себя постоянно и тогда мы здоровую молочную железу должны уже подводить под реконструируемую методика имплантами одноэтапная или двухэтапная как я уже говорила и как выбрать кому лучше одноэтапная или двухэтапная но многие специалисты считают и я придерживаюсь этого мнения что это все-таки субъективный фактор здесь важен опыт хирурга и конечно его предпочтения здесь опять представлена схема как проводится экспандерная или имплантная в общем-то реконструкция удаляется молочная железа вводится экспандер либо с выведенным портом либо встроенным портом и формируется уже молочная железа потом идет подкачивание физраствором однаэтапная методика хороша если молочная железа сама небольшая и без птоза и если мы планируем выполнить кожу сохранную мастектомию как вот у этой пациентки или вот у этой пациентки мы выполнили одномоментную реконструкцию но поскольку у нее имелся птоз правой молочной железы пришлось выполнить вертикальную мастопексию но двухэтапные реконструкции всегда показаны если мы планируем курс лучевой терапии если молочная железа сама по себе проблемная если требуется большой объем резекции кожных покровов и если мы в процессе операции разрушаем субмаммарную складку вот пациентка молодая 31 год у нее третья стадия рака молочной железы выполнена двухэтапная методика и во время второго этапа расформирован сосок справа и выполнена аугментация левой молочной железы вторая пациентка также 30 лет у нее вторая Б стадия я сначала была выполнена секторальная резекция по месту жительства потом она приехала к нам уже с доказанным метастазом в лимфоузл подмышечной области мы проводили курсы химиотерапии затем мастектомию с установкой экспандера через некоторое время после завершения всего лечения выполнено второй этап установлен имплант но от реконструкции контрнатеральной молочной железы она отказалась но эстетический результат я считаю неплохой вот пациентка прошедшая все этапы мы видим саму первичную опухоль затем пациентка с полностью растянутым расправленным экспандером и последний этап где экспандер поменяли мы на имплант и выполнили редукционную мамопластику слева вот еще одна пациентка где уже мы видим на фотографии полностью заполнен экспандер правой молочной железы но выраженный птос левой и конечно это макромастемия и вот пациентка после пластики мы поменяли имплантный план и здесь сделали редукционную мамопластику вот еще одна пациентка тоже после двухэтапной мамопластики в данной ситуации недавно она сделала сосково-реолярный комплекс но она не вошла сюда в наши снимки молодая женщина после кожесохранной мастектомии и в данной ситуации мы сохранили даже ей сосок а когда мы сохраняем сосок то мы обязательно посылаем на срочное исследование несколько кусочков из постсосково-реолярным комплексом и если там не найдено опухолевых клеток мы смело сохраняем сосок ареолу ставим экспандер расширяем ткани собственные и на втором этапе заменили экспандерный имплант и сделали аугментационную пластику правой молочной железы и вот это очень сложный был у нас случай когда у нас не было собственного экспандера и мы поставили то что у нас было это был ой извините это был круглый имплант вы видите как разрушена субмамарная складка но женщина изъявила желание потом увеличить и левую молочную железу и на втором этапе мы сформировали субмамарную складку поменяли экспандер на маленький имплант и сделали аугментацию слева это молодая женщина после органо сохраняющей операции ей была сделана радикальная резекция которая очень деформировала правую молочную железу и она захотела в общем-то сделать симметричными молочные железы мы сделали аугментацию слева и справа и получился в общем-то неплохой считаю результат ну и как всегда онкологов нас интересует пятилетняя выживаемость мы проследили это на своих пациентов взяли пациентов на тот момент у нас было с реконструкцией 53 пациентки без реконструкции 171 пациентка вы видите что пятилетние результаты по общей выживаемости они практически одинаковые кроме этого мы пациентам раздавали опросники где оценивалось общее состояние здоровья физическое их состояние эмоциональное состояние интенсивность боли это международный вот этот опросник и что получили и что получили вот диаграмма здоровых женщин мы видим что по всем критериям диаграмма в общем-то расширена а вот диаграмма фиолетовая это женщины после мастектомии и физическое эмоциональное состояние все снижено а вот желтая диаграмма женщин после мастектомии с выполненной реконструкцией мы видим опять расширение по всем показателям спасибо за внимание пожалуйста начало вас по схему пожалуйста у кого есть вопросы если нет я от лица всех кто у нас остался и сохранил свое мужество дослушать до конца всю нашу научную часть хочу поблагодарить всех наших гостей которые приняли активное участие в обсуждении тех вопросов научных которые были подняты на конференции хочу поблагодарить всех вас за активное в ней участие и хочу надеяться что все все те добрые слова которые были сказаны в нас адрес и поздравления они воплотятся в жизнь а соответственно те научные достижения которых мы с вами сегодня говорили и говорили наши друзья мы их внедрим в жизнь и будем развиваться и в дальнейшем спасибо большое за участие конференция окончена поздравления наши продолжаются всех прошу в холл спасибо спасибо Продолжение следует...